Приветствую вас, доктор Закер Найк. Меня зовут Хэрис, я из пеникса штата Аризона, США. Я предприниматель и менеджер по маркетингу. Два мать друга из Америки приняли ислам, смотря ваши видео в Ютубе. Один из них был христианином, а другой атеистом. Один мой друг дал мне ваш DVD-диск, как вести диспут с атеистом, который я посмотрел. Но там не было ответа на мой вопрос. Я спрашивал этот вопрос у многих людей, у умных людей, но я не получил удовлетворительного ответа. Из всех ученых, которых я посмотрел на Ютубе, по моему мнению, вы наиболее рационально, логично и доступно объясняющих ученых, которых я встречал за всю свою жизнь. Мне очень важно получить удовлетворительный ответ на этот вопрос, так как я его никогда не получал. Мой вопрос делится на две части. Первая часть — это вопрос, и я где-то между атеистом и агностиком точно не знаю. Так вот, первая часть — это то, что Бог создал всю эту Вселенную, и в Коране говорится, как это заняло столько-то дней, горы, то, это, что жизнь будет испытанием и так далее. Мой вопрос заключается в следующем. Перед тем, как Бог решил создать всю Вселенную, перед тем, как Он решил создать человека и послать пророка Мухаммеда или создать Адама и Еву, перед тем, как Он вообще планировал все это создать, Он знал результат всего этого. Он знал, что в конце будет разочарован результатом определенных людей, и Он отправит их в адский огонь, зная, что они будут там гореть. Он знал, что они будут мучиться, и это за то, что они совершили. Перед тем, как создать всю Вселенную, Он знал, что Исход будет плохим. Это может быть хорошо для определенной части, которая в району. Он знал, что может спасти эту часть людей от ада, даже перед тем, как Он решил создать все. Но Он решил все это создать, следуя всей этой божественной логике. Зачем Ему это надо делать? Вопрос, если можно так выразиться, как Бог может быть таким садистом, и продолжить свой план, зная, что это закончится в конце таким образом? Это первая часть вопроса. Вторая часть. Допустим, я верю. Да, Бог всемогущий, всезнающий, все отлично, Бог велик. Почему Бог наставит в Коране, посмотри на горы, протоны, электроны, это, то, все настолько гармонично, насколько я удивительно создал все. Почему Он принуждает нас удивляться Его творением, когда для Него это всего лишь кусочек пирога? Я имею в виду то, что Ему стоит всего лишь сказать, будь, и это происходит. Почему это так важно, если Бог создал всю эту вселенную, такой удивительной? Ведь для Него это ничто. То есть, мне не нужно быть настолько восхищенным всем этим, ведь Он может сделать намного больше, чем это. Я не понимаю, почему Бог хочет почета в отношении того, что Он создал, и считать это удивительным. Брат задал очень хороший вопрос, и очень интеллектуальный вопрос. Это очень хороший вопрос. Брат посмотрел мои записи в Ютубе про атеизм, и на вопрос, который его волновал, он не получил ответа. Брат спрашивает, так как Бог знает все, перед тем, как Он создал небо и землю, человека, даже если один человек попадет в ад, он мог избежать этого. Он мог избежать этого. То есть, он мог избежать этого разочарования. Я понял. Сейчас отвечу. Брат говорит, если даже один человек попадает в ад, зачем Бог быть разочарованным этим? Разбирая твой вопрос, к примеру, я учусь в школе. Я учусь в школе. И, может, ты слышал, международная исламская школа? Если учительница будет проводить экзамен, будучи справедливой, когда она дает на экзамене решить пример, чему равно 2 плюс 2, и один из учеников, сидящий перед ней, или перед ним, перед учителем, пишет 5, она может спокойно сказать ученику поменять 5 на 4. Будет ли это справедливо со стороны учителя прямо во время экзамена скорректировать ответ на верный? Да, но если у нее есть выбор, что студенту это вообще не нужно, и она может просто... Нет, нет, я задаю тебе простой вопрос. Я задаю тебе простой вопрос, когда учитель раздает лист с вопросами студентам. Да, при таких условиях вы правы. В этой конкретной ситуации... Конкретно в данной ситуации учитель может сказать... Дорогие студенты, поменяйте 5 на 4. Что другие студенты подумают? Несправедливо. Верно. Но в то же время Бог же может быть справедливым. Он может создать полностью другие условия. Он же не ограничен только этим. Это не будет связано никак с той ситуацией. Брат говорит, мог ли Бог создать что-то более совершенное, что не было бы подвержено совершению ошибок. Так? Бог уже сделал так. Он создал ангелов. Бог создал ангелов, а ангелы никогда не ослушиваются приказов Бога. Но человек более совершенное создание, чем ангелы. Ангелы не имеют свободы выбора. И если ты помнишь, что я говорил в моих записи, в которые ты смотрел, если нет, я скажу тебе сейчас, ангелы — это создание всемогущего Бога, но они не являются лучшими творениями. Всемогущий Бог создал людей, и люди имеют свободу воли, подчиняться или нет приказам Бога. Если ты выбрал стать человеком, если ты ослушиваешься его приказов, то ты попадаешь в ад. Если ты следуешь его приказом, то ты превосходишь ангелов, потому что у ангелов нет своей собственной воли. И их послушание командам естественно. Человек является более лучшим созданием всемогущего Бога. Всемогущий Бог дал нам свободу воли. Это другой вопрос, то, что Бог знал, потому что Он всезнающий, Он знает будущее, Он превыше всего этого. Он создал творение, которое имеет свободу воли. Ошибка в человеке, а не в Боге. Да, но это же Бог создал нас с этой ошибкой, Он знал, что нам не избежать ее. Не ошибка. Это не ошибка, брат, это свобода воли. Зачем Он дал нам эту свободу воли, если Он знал, что столько людей отправит в ад? Так это другое творение. Ты бы создал то, что принимает решение самостоятельно, или же ты... Почему тот, кто такой милосердный, не смог? Брат, я же тебе говорю, что ты хотел? Бог уже создал ангелов. Я спрашиваю, что лучше быть ангелом, подчиняющимся Богу, или человеком, подчиняющимся Богу. Что лучше? Для меня абсолютно точно. Если бы я имел второй шанс, я бы выбрал быть ангелом. Зачем мне рисковать? Второй шанс. Верно. Вот поэтому Бог говорит в Суре Араб, глава 7, стих 172. Господь вынул из чересел сынов Адама, их потомства, и заставил их засвидетельствовать, что Он единый Бог. И все согласились. Всемогущий Бог говорит в Суре Хашер, глава 59, стих 21. Если бы Он не спослал этот Коран на горе, то она бы раскололась. Всемогущий Бог сказал в Суре Аляхзап, глава 33, стих 72. Человек глуп, сказав, что хочет быть человеком. Ты и я. Ты и я, глупцы. Теперь ты не можешь отказаться от этого. Как только ты сказал, что хочешь пройти испытание, как только ты прочитал его описание, никто не спрашивал меня? Спросили Адама и Еву. Нет, брат. В Коране говорится, что каждый человек был спрошен. Затем это убирается. Этот момент из памяти стирается. Если не стереть, в чем испытание? Всемогущий Бог говорит в Коране, хочешь ли ты стать человеком? Если ты выбираешь стать человеком, то ты можешь превзойти ангелов. Или стать хуже них. Если ты не хочешь становиться человеком, можешь просто отказаться. Даже учитывая это... Брат, дай мне, пожалуйста, закончить. Ты задал вопрос. Да, конечно, прошу прощения. Дослушай до конца ответ. Итак, Бог спрашивает человека. В Коране говорится, мы глупцы, ты и я, оба. Глупцы, потому что выбрали испытание. Как только ты принял испытание, если ты следуешь приказам Бога, то ты превосходишь ангелов. Если ты ослушиваешься Аллаха, то ты становишься ниже ангелов. Мы захотели пройти эти отличительные испытания. Ты и я, ты и я. Ты сказал, я не помню. Конечно, ты не помнишь. Так я тоже не помню. Но я верю тому, что в Коране. А там Бог сказал, что в судный день ни с кем не поступит несправедливо. День суда это станет известно. Неверующие будут говорить, о, Аллах, дай нам второй шанс. Аллах скажет, слишком поздно. Получается, чтобы дать тебе второй шанс, нужно вернуться в этот мир опять. И так опять с каждым. И так те, которые не прошли испытания, только их возвращение будет несправедливым. В Коране говорится, что ни с одним человеком не поступит несправедливо. Неверующие будут просить дать второй шанс. Аллах скажет, слишком поздно. Всемогущий Бог дает нам шансы в этом мире. Ты сделал ошибку, Аллах дает тебе шанс раскаяться. Ты каешься, Аллах прощает тебя. Снова ты делаешь ошибку и так далее. Как только ты умираешь, это происходит только один раз. И так, что касается первого вопроса, почему Бог создал так? Потому что это лучшее творение. Он логичен, как и ты признаешь, что тот, у кого есть свобода выбора, является творением лучше, чем творением без свободы воли. А твой вопрос, что ты не помнишь, это все правильно. Когда ты умрешь, а потом будешь воскрешен, тогда ты и я вспомним. Тогда ты скажешь, что вспомнил. Даже я не помню сейчас. Но я следую Корану и тому, что он не может быть ошибочным. Из-за его научности, если ты слушал мою лекцию на эту тему, 80% Корана соответствует науке на 100%. Оставшиеся 20% неопределено. Ни правда, ни ложь. Моя логика говорит, что при правильности 80% на 100%, и когда никто не может доказать неправильность остальных 20%, по моей логике, остальные 20% тоже будут верными. Я человек науки и логики, и верю в заявление Корана, что мы сами выбрали быть человеком. Если бы мы не выбрали, то тогда бы мог спросить у Бога, зачем ты меня сделал человеком? Тогда бы Бог был ответственен. Но Бог сказал в Коране, что Он спросил сначала. Горы испугались взять ответственность, все остальные испугались. Мы люди выбрали это. Но вы помните, как вас спрашивали? Я не помню, что вы меня спросили. Брат, если ты слышал ему ответ, даже я не помню. Но если бы ты помнил, в чем было бы испытание? Представь, учитель учит тебя чему-то. Учитель учит тебя чему-то. Учитель дает тебе книгу с ответами. Он же должен забрать ответы во время теста. Если учитель тебе даст книгу с ответами во время теста, в чем тест? Хорошо, но после экзамена ты можешь пойти домой и проверить. Правильно или нет? Но даже перед экзаменом Бог знал. Брат, брат, послушай меня. После экзамена ты можешь пойти и проверить дома ответы в книге? Несомненно. А во время экзамена ты можешь проверять? Нет. Так вот сейчас идет экзамен, брат. Как только он закончится, ты можешь проверить. Если ты говоришь, учитель, учитель, я хочу посмотреть подсказку, я не помню. Нет. Во время экзамена нельзя смотреть подсказки, иначе это будет списыванием. Верно же? Как только экзамен закончится, если бы ты не помнил, ты бы сказал Богу, в чем логика? Но в Коране говорится, что ни с кем не поступит несправедливо. Оставь это до завершения испытания. Так вот, сегодня я, будучи человеком с научным и логичным подходом, основываясь на моих знаниях науки, основываясь на мою логику, после того, как я прочитал все остальные священописания и прочитав Коран, я могу сказать, что Коран — единственная книга, которая проходит по критерию науки и логики. Поэтому я использую научный подход, использую логику, признаю. Это утверждение в Коране, соответственно, тоже должно быть верным. Я не помню, но в этом мое испытание. Если бы я помнил, какой смысл испытания? Это ответ на первую часть. Вопроса. Первая часть, которая подразумевала, что Бог — садист. Бог — не садист. Например, я учусь в медицинском колледже. Я хочу, чтобы ученики школы потом поступили в колледж. Как много учеников после школы поступают в медицинский колледж? Можешь просто предположить для примера. Мало, меньше 5, ну или 1%. Почему в колледж может попасть только 1%? Почему? Потому что такие условия выбора. Таким же образом Бог сделал небеса и степени в раю. Все не могут попасть в рай. Почему нет? Что? Почему нет? Почему все не могут попасть в медицинский колледж? Потому что это зависит от способности человека. Если бы он был способен, он бы смог. Все верно, таким же образом сделаны и мы. То же самое, как и то, что все не могут же стать докторами. Только те, кто имеет способность. Так же и мы не можем все попасть в рай Фердаус, высший уровень рая. Мы должны бороться за это. Бог дал нам эту способность. Если не следуешь его руководству, то ты не сможешь. А если следовать, то попасть в рай очень просто. Если ты разумный, то это просто. Если ты разумный, и если ты честен с собой. Но если ты не честен с собой, даже люди, не владеющие каким-либо знанием, попасть в рай, самое важное — быть правдивым. Бог дал нам разные варианты, как следовать ему. Некоторые люди думают, что они умные. Я говорю им, вы слишком умные. Если бы вы были умными, вы видели бы это ясно, словно черное и белое, что это слово Бога, которому надо следовать. Вот почему Фрэнсис Бэкон сказал, «Небольшие знания в науке делают тебя атеистом. Большие знания в науке делают тебя верующим в Бога». Я бы не сказал, что Бог садист. Я скажу, мы глупцы, что выбрали это испытание. Не Бог. Бог дал тебе выбор. Кем стать? Это мы выбрали. Это мы ответственные, а не Бог. Бог не садист. Это мы глупцы. Коран так говорит. В день суда ты узнаешь, иншаллах, если пожелает Аллах. Ты и я узнаем. Иншаллах, если я попаду в рай. Иншаллах, иншаллах. Я буду молить Бога, я буду благодарить Его за то, что я был хорошим человеком и выбрал быть человеком. Если ты пройдешь испытание, если нет, то ты можешь винить только себя. Надеюсь, я ответил на вопрос. А вторая часть? Напомни, что это вторая часть? Даже если бы я поверил, насколько Бог всемогущ, всезнающий. Почему Он настоятельно обращает наше внимание посмотреть на горы, протоны, электроны? Вторая часть была о том, почему всемогущий Бог ссылается на горы, что Он создал то, это. Ведь для Него это орешки. Так почему же Он говорит об этом? Знаешь, что Он говорит? Он говорит, что все эти, так сказать, орешки раскололись бы, а ты, человек, превосходнее их. Как же ты не понимаешь? В Коране говорится, в Суре Хашар, глава 59, стих 21, если бы Коран был не спослан горе, то она бы раскололась, превратилась бы в руины. Но для нас, людей, это не так. И Бог приводит это в качестве примера, чтобы показать, что все эти мощные вещи, горы и так далее, что создано, подчинились бы Его воле. Так почему же человек нет? Он пытается привести пример, что это мы глупцы. Он не пытается восхвалить себя. Всякий раз, когда он просит восхвалить себя или сказать Аллаху Акбар, Бог велик. Думаешь, это как-то поменяет Аллаха? Нет. Скажешь ли ты тысячи раз Аллаху Акбар или миллион, Он не может стать еще более великим. Он уже самый великий. Причина, почему мы говорим это? Потому что это наша человеческая ментальность, наша человеческая природа, что мы следуем за выдающимися личностями. Мы следуем за людьми, которых мы восхваляем. Например, у твоей мамы сердечный приступ. И есть неизвестный человек с улицы, который дает тебе лекарства. И ты слышал, что самый лучший в мире сердечный специалист это доктор Икс. Ты послушаешь совета доктора Икс или человека на улице, которого ты не знаешь? Доктор Икс. Почему? Потому что доктор Икс известен. Люди знают его. Он лучше на свете. Причина наших восхвалений Аллаха в нашей жизни, мы говорим Аллаху Акбар, Аллах Велик, Аллах Наймудрейший, Аллах Сознающий. Зачем? Когда мы говорим это, это не приносит никакой пользы Аллаху. Это приносит пользу нам. Если мы восхваляем его, мы следуем к нему. Если мы следуем к нему, мы попадаем в рай. Для Аллаха это не имеет никакого значения. Поэтому Аллах говорит, неужели ты не уверуешь? Неужели ты не понимаешь? Это означает, что Коран не способен людям для понимания этого. Он не дает эти примеры, чтобы сделать себя великим. Он уже самый великий. Скажи, ты хоть миллион раз, Аллах Велик. Для Аллаха нет никакой разницы. Аллах говорит это тебе в Коране. Аллах не нуждается в тебе. Ты нуждаешься в нем. Мы восхваляем его, потому что так устроена человеческая психология, что тот, кого ты восхваляешь, что тот, кого ты читаешь великим, ты следуешь за ним и его советуем. Поэтому следование руководству Богу приносит пользу тебе, а не ему. Он уже самый великий, самый милосердный. Поэтому есть установленные правила и положения. Он наш Создатель узнает, как устроено наше сознание. Ты изучал естественные науки так? Я тоже изучал их. Как я узнал, что Аллах упомянул некоторые научные факты в Коране, которые стали известны только сейчас или лет 50 назад? Это увеличило мою веру. Аллах сказал в Суре Фусалан, глава 41, стих 53. Мы покажем им наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это и есть истина. Поэтому Аллах показывает примеры, чтобы мы поняли, что это приносит пользу нам. А для него это не имеет никакого значения. Это приносит пользу нам, и поэтому он дает шанс последовать за ним и попасть в рай. Надеюсь, я ответил на твой вопрос, брат. Я признаю его могущество и удивительность всего того, что он сотворил. Но разве я должен быть поражен на создание этой вселенной? Ведь, как я понял, для него это типа односекундная работа. Верно. Итак, для него это односекундная работа. Когда он говорит тебе, не пей алкоголь, я не употребляю алкоголь, почему я должен быть восхищен тем, что он сотворил? Нет, дело в том, что он не собирается доказывать, что он лучше, если ты веришь, что для него это орешки. Будет ли он лгать? Нет. Поэтому, если он сказал, не пей алкоголь, ты не будешь задавать вопросы, почему. Ну да. Он говорит, не ешь свинину, ты не спрашиваешь, почему. Да, но я не восхищен этим, потому что для него это ничто. В сравнении с нами это восхищает, в сравнении с ним это ничто. Ну да. Поэтому это в сравнении с нами. И когда тот, кто создал Вселенную, потом говорит, не пей алкоголь, я сразу же последую этому. Да, ну вот я следую за ним, но почему я должен поражаться всем этим, как сказано в Коране? Понял. Ты спрашиваешь, почему мы должны быть восхищены творениями? Да. Я скажу, если я знаю, что человек является более превосходным творением, затем да, я поражен всем этим. Я скажу, хвала Аллаху, он сделал меня лучше, чем это. Восхищаясь тем, что он сделал горы, звезды, солнце. А, он сделал Закира Найка тоже. Он сделал человека. И мы являемся лучшими творениями. Поэтому он дает нам эти примеры, чтобы мы поняли, какую пользу он дал нам и какую благосклонность он дал нам. Говоря об этих всех научных вещах, протонах, горах, в конце концов, говоря о превосходстве человека над всем этим. Итак, в сравнении с этим мы должны признать, что наш творец создал наше тело, молекулы, ДНК, прочие сложные вещи, которые бы никогда не произошли случайно. Таким образом, нас поражает и само сотворение человека. Впоследствии этого мы подчиняемся ему. Если ты не потрясен этим, то только будучи изумленным, мы подчиняемся, что он наш создатель, и только он достоин поклонения. Никто так не может. Это для того, чтобы мы поклонялись ему, прошли тест и попали в рай. Надеюсь, я ответил на вопрос. Если бы Билл Гейтс дал бы мне 100 долларов, должен ли я быть поражен этим, что он дает мне их? Я думаю, на вопрос уже ответили. И, к сожалению, мы ограничены по времени. Мы будем ждать тебя завтра за зваление Аллаха, как и всех остальных братьев и сестер. Нам пора заканчивать сегодняшнюю сессию. Я отвечу на это последнее. Если бы Билл Гейтс дал тебе 100 долларов, чему мне удивляться? Чему тебе удивляться? Брат, правильный вопрос. Почему тебе вообще Билл Гейтс должен давать 100 долларов? Если ты скажешь мне, что землякоп дал тебе 100 долларов, ну, ничего такого. Но сам Билл Гейтс дал мне 100 долларов. Почему он дал, а не кто-то другой? Почему? Вопрос, почему он дал тебе правильный? Если какой-нибудь землякоп или кто-нибудь с улицы дал 100 долларов, Билл Гейтс... Понял. Ты понял, да? Да, я понял теперь. Это убеждает тебя? Да, полностью. Это ответ. С позволения Аллаха, я надеюсь, ты станешь ближе к исламу. Я не должен быть удивлен, что он дал мне эти деньги. Я должен быть удивлен, что он дал мне эти деньги. Хвала Всевышнему. Понял. Беседа стоила потраченного времени. Хвала Всевышнему.